Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Ум. Сама суета. Вопрос. Я швед по происхождению. Сейчас я преподаю хатха-йогу в Мексике и в Соединённых Штатах. Махарадж, где вы её изучали? У меня был учитель в Штатах, индийский слами. Что дала вам йога? Хорошее здоровье и средства к существованию. Очень хорошо. Это всё, чего вы хотите? Я ищу покой ума. Мне отвратительны все те жестокости, совершаемые так называемыми христианами во имя Христа. Некоторое время я не исповедовал никакую религию. Затем меня привлекла йога. Чего вы достигли? Я изучал философию йоги, и она помогла мне. Каким образом она помогла вам? По каким признакам вы определили, что помощь пришла? Хорошее здоровье – это нечто реально осязаемое. Неудивительно, что чувствовать себя в форме очень приятно. Удовольствие – это всё, чего вы ожидали от йоги. Радость бытия – это награда хатха-йоги. Но йога в более широком смысле может дать гораздо больше. Она даёт ответы на многие вопросы. Что вы подразумеваете под йогой? Всё учение Индии, развитие, реинкарнацию, карму и так далее. Хорошо. Вы получили то знание, которое хотели. Но каким образом оно принесло вам пользу? Оно дало мне покой ума. Разве? Ваш ум в покое? Ваш поиск завершён? Нет. Ещё нет. Естественно. Ему не видно конца. Потому что не существует такой вещи, как покой ума. Ум означает волнение, конфликт. Отсутствие покоя и есть ум. Я всё же получил от йоги некоторый покой. Исследуйте ум внимательно. И увидите, что он бурлит мыслями. Иногда мысли могут пропадать. Но ненадолго. Затем обычное бурление опять возвращается. Успокоенный ум – это не покой. Вы говорите, что хотите покоя ума. Но спокоен ли тот, кто хочет покоя ума? Нет, я не спокоен. Мне нужна помощь йоги. Вы не замечаете противоречия. Много лет вы искали покой ума. Вы не могли его найти, потому что вещь, по природе своей лишённой покоя, не может пребывать в покое. Но ведь есть какое-то улучшение. Тот покой, который вы, по-вашему, получили, очень хрупкий. Любая мелочь может его сломать. То, что вы называете покоем, является всего лишь отсутствием раздражителей. Едва ли это можно назвать покоем. Настоящий покой непоколебим. Вы можете претендовать на безупречный покой? Я стараюсь его достичь. Старание – это тоже отсутствие покоя. Тогда что остаётся? Я не нуждается в успокоении. Я не пребывает в покое. Я есть сам покой. Только ум лишён покоя. Всё, что он знает, – это отсутствие покоя со множеством форм и градаций. Приятное считается высшим. А приносящая боль отвергается. Наш прогресс – это просто переход от неприятного к приятному. Но перемены сами по себе не могут привести нас к неизменному. Поскольку всё, имеющее начало, должно иметь и конец. Истинное не имеет начала. Оно проявляет себя как безначальное и бесконечное. Всеохватывающее. Всесильное. Как неподвижный изначальный двигатель. Безвременно неизменный. Так что мне делать? Посредством йоги вы обрели знания и опыт. Этого нельзя отрицать. Но как всё это использовать? Йога означает союз, единение. Что вы соединили? Я пытаюсь соединить Личность с истинным «Я». Личность в ягде представляет собой всего лишь продукт воображения. Я в ягде является жертвой этого воображения. Вас связывает ваша привычка считать себя тем, чем вы не являетесь. Личность не может существовать независимо. Это «Я» верит в Личность и сознает себя ею. За пределами «Я» в ягде лежит непроявленное, а в ягде. Беспричинная причина всего. Говорить о единении Личности и «Я» неправильно. Потому что никакой Личности нет. Только ментальная картина, наделенная несуществующей реальностью по убеждению. Ничто не было разделено. И ничто не нуждается в объединении. Йога помогает искать и найти «Я». Вы можете найти то, что потеряли. Но вы не можете найти то, чего никогда не теряли. Если бы я ничего не терял, я бы сейчас был просветленным. Но это не так. Я в поиске. Разве сам поиск не является подтверждением того, что я что-то потерял? Он показывает только, что вы верите в то, что что-то потеряли. Но кто в это верит? И что может быть потеряно? Вы потеряли Личность, подобную вам? И что такое «Я», которое вы ищете? Что именно вы ожидаете найти? Истинное знание о «Я»? Истинное знание о «Я» не является знанием. Это не то, что можно найти благодаря поиску. Это нельзя найти в пространстве и времени. Знание – это просто память, образ мыслей, умственная привычка. Она мотивируется удовольствием и болью. Именно удовольствие и боль подгоняют вас к поиску знания. «Быть собой» – значит быть за пределами любых воздействий. Вы не можете быть собой по какой-то причине. Вы – это вы. И причины тут не нужны. Занимаясь йогой, я найду покой. Может ли покой существовать отдельно от вас? Ваши слова основаны на собственном опыте или только на книгах? Книжное знание полезно только в начале. Но затем его следует заместить непосредственным опытом, который по своей природе неуразим. Слова можно использовать также и для разрушения. Слова создают образы, слова их разрушают. Состояние, в котором вы находитесь, зависит от вашего мысленного разговора. Выйти из этого состояния можно таким же образом. Я достиг некоторой степени внутреннего покоя. Я должен его разрушить? То, что было приобретено, может быть потеряно. Только когда вы постигнете истинный покой. Покой, который вы никогда не теряли. Он останется с вами навсегда. Поскольку никогда не покидал вас. Вместо того, чтобы искать то, чего у вас нет, найдите то, что вы никогда не теряли. То, что было до начала и будет после конца всего. То, у чего нет ни рождения, ни смерти. Это недвижимое состояние, Незатрагиваемое рождением и смертью тела и ума, Вам и надо постичь. Как прийти к такому постижению? В жизни ничто не дается без преодоления препятствий. Препятствия к чистому восприятию своей истинной природы Реакции на удовольствие и боль стоят на вашем пути. Свобода от всех реакций. Состояние отсутствия всех желаний И есть естественное состояние. Такой отказ от желаний требует времени? Если вы будете полагаться на время, понадобятся миллионы лет. Метод отказа от желаний по очереди Это долгий процесс, У которого не видно конца. Оставьте ваши желания и страхи. Посвятите все свое внимание Тому, кто за пределами Переживания, желания и страхов. Спросите, кто желает. Пусть каждое желание возвращает вас к самому себе. Корень всех желаний и страхов один. Стремление к счастью. Счастье, о котором вы мечтаете, Является всего лишь физическим и ментальным удовлетворением. Такое чувственное или ментальное удовольствие Не является истинным абсолютным счастьем. Даже чувственное и ментальное удовольствие И общие чувства благополучия, Возникающие с физическим и ментальным здоровьем, Должны быть как-то связаны с реальностью. Они связаны с воображением. Человек, которому дали камень и убедили, что это бесценный бриллиант, Будет безмерно счастлив, Пока не поймет свою ошибку. Так и удовольствие, Теряя свой вкус, А боль свою жала, Когда я познан. Они видятся тем, что они есть, Условными рефлексами, Простыми реакциями, Приязнями и неприязнями, Основанными на воспоминаниях или предрассудках. Обычно боли и удовольствия испытывают тогда, Когда ожидают их. Это следствие привычек и убеждений. Хорошо, удовольствие может быть воображаемым, Но боль реальна. Боль и удовольствие всегда идут вместе. Свобода от одного из них Означая свобода от обоих. Если вы равнодушны к удовольствиям, Вы не будете бояться боли. Но есть счастье, которое за пределами того и другого. Счастье, которое знакомо вам, Описуемо и измеримо. Оно, так сказать, объективно. Но объективное Не может быть вашим собственным. Страшной ошибкой Было бы отождествлять себя С чем-то внешним. Это смешивание уровней Не ведет никуда. Реальность находится За пределами Объективного и субъективного. Вне любых уровней. Вне любых Разграничений. Совершенно определенно Она не является их причиной, Источником или корнем. Они возникают Из незнания реальности. Они из самой реальности. Которая неописуема И находится За пределами Бытия и небытия. Я учился у многих Учителей Изучал многие доктрины Но ни одна из них Не дала мне того, Что я хотел Желание найти Своё Я Непременно исполнится Если вы не хотите Больше ничего Но вы должны быть Абсолютно честны Сами с собой И действительно Не хотеть Больше ничего Если вы пока еще Желаете Много других вещей И вовлечены В погоню за ними Ваша главная цель Будет откладываться До тех пор Пока вы не станете Мудрее И не прекратите Разрываться Между противоречивыми Стремлениями Идите внутрь Не отклоняясь И не смотря Наружу Но мои желания И страхи Все еще со мной Где они Если не в памяти Осознайте Что их корень В ожиданиях Рожденных памятью И они перестанут Преследовать вас Я хорошо понял Что социальная служба Это бесконечная задача Потому что рост и упадок Прогресс и регресс Идут бок о бок Мы сталкиваемся С этим везде И на любом уровне И что остается? Какую бы работу Вы ни делали Завершите ее Не беритесь За новые задания Если этого не требует Конкретная ситуация Страдания И облегчения Страдания Сначала найдите себя И тогда И тогда последует Бесконечное блаженство Ничто не приносит миру Больше выгоды Чем отказ От выгоды Человек Человек Который больше Не думает В терминах Потери И приобретения Это человек В котором Нет ни капли Насилия Потому что Он За пределами Конфликта Да Меня Всегда Привлекала Идея Ахимсы Ненасилия Ахимса Означает Ненавреди Сначала Идет Не вершение Добра А воздержание От нанесения Вреда От добавления Страданий Доставлять Удовольствие Другим Не Ахимса Я говорю Не о доставлении Удовольствия А о помощи Другим Единственная Достойная Помощь Это Освобождение От нужды В дальнейшей В дальнейшей Помощи Повторяющаяся Помощь Не помощь Не говорите Удовольствия Удовольствия Бытием Удовольствия Будет Удовольствия Повторяющихся Удовольствия Удовольствия В моих В моих В моих словах Нет ничего Жестокого Пробудить Человека От кошмара Сострадание Вы пришли сюда Потому что Вам больно Я говорю вам Пробудитесь Познайте себя Будьте Собой Прекращение Боли Лежит Не в удовольствиях Когда вы поймете Что вы За пределом Боли И удовольствий Отчуждения И неприступности Тогда Погоня За счастьем Закончится И Исчезнет Печаль Потому что Боль Нацелена На удовольствие А удовольствие Неумолимо Заканчивается Болью Может ли В совершенном Состоянии Не быть Счастья Ни счастья Ни печали Только Свобода Счастье Зависит От того Или иного И может быть Утеряна Свобода От всего Ни от чего Не зависит И не может Быть потеряна Свобода Свобода От печали Не имеет Причин И потому Не может Быть Разрушена Реализу Реализу Реализуйте Эту Свободу Разве Я не рожден Создание Реализу Создание 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 Природа 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 Чистое Создание Создание Чистое Свидетельствование Не затронутое Присутствием Или отсутствием Знания Или Приязни Пребывайте за пределами этого тела рождения и смерти И все ваши проблемы будут решены Они существуют, потому что вы верите, что рождены, чтобы умереть Откройте глаза и будьте свободны Вы – не личность Величайший гуру Ваше внутреннее «Я» Вопрос Со всех сторон я слышу, что свобода от желаний и склонностей Является первым условием самореализации Но для меня это условие невыполнимо Незнание себя ведет к желаниям Желания углубляют незнание Порочный круг Махарадж Нет никаких условий, которые надо выполнять Не надо ничего делать Ничего отбрасывать Просто наблюдайте и помните Что все воспринимаемое вами Не является ни вами, ни вашим Оно находится в поле сознания Но вы не являетесь этим полем И его содержимым Вы даже не тот, кто это поле осознает Вы сами придумали Вы сами придумали, что должны делать вещи Которые вовлекают вас в результаты ваших усилий Побуждения Желания Неудачи в достижениях Чувства разочарования Все это тянет вас назад Просто наблюдайте за тем, что происходит И помните, что вы за пределами этого Означает ли это, что я должен воздерживаться от любых действий? Вы не сможете Что происходит, должно происходить Если вы резко остановитесь Вы сломаетесь Может быть, это вопрос слияния познаваемого и познающего? Познаваемое и познающий Это концепции в уме И слова, которые их выражают В них нет я Я не является ни тем, ни другим Ни чем-то между Ни чем-то вне Искать его в уме бесполезно Прекратите поиск И увидите Оно здесь и сейчас Это то Я есть Которое вы хорошо знаете Все, что вам нужно Это прекратить считать Что вы внутри этого поля сознания Если вы еще не думали над этим серьезно То сейчас мои слова вам вряд ли помогут Забудьте Забудьте свой прошлый опыт и достижения Будьте наги Открыты всем ветрам и дождям жизни И тогда у вас появится шанс Играет ли преданность Играет ли преданность Бхакти Какую-то роль в вашем учении Когда вы нездоровы Вы идете к врачу Который говорит вам Что не так И назначает лекарства Если вы ему доверяете То все просто Вы принимаете лекарства Следуете предписаниям диеты И выздоравливаете Но если вы ему не доверяете Вы все-таки можете Последовать его совету Или изучить медицину самостоятельно Во всех случаях Вами движет Ваше желание выздороветь А не доктор Без доверия Нет покоя Кому-то вы всегда доверяете Например Матери Или жене Из всех людей Познавший я Освобожденный человек Достоин Наибольшего доверия Но простого доверия Недостаточно Вы должны Также иметь желание Зачем нужна уверенность Что вы способны Достичь свободы Без желания свободы Желание и уверенность Должны идти Рука об руку Чем сильнее Ваше желание Тем легче Приходит помощь Величайший Изгуру Бессилен Если ученик Не стремится К знаниям Желание и устремленность Важнее всего Уверенность Придет с опытом Будьте преданы Своей цели Тогда придет И доверие К тому Кто вас ведет Если ваши желания И уверенность Сильны Они будут Действовать Сами И приведут Вас к цели Потому что Вы Не будете Им мешать Сомнениями И компромиссами Величайший Гуру Это Ваше Внутреннее Я Это Воистину Высший Изучитель Он Один Может Привести Вас К вашей Цели И он Один Встретит Вас В конце Пути Доверьтесь Ему И вам Не понадобится Другим Гуру Но Вы Должны Иметь Сильное Желание Найти Его И не Делать Ничего Что Создавало Бы Препятствия И Отсрочки И не Тратьте Энергию И время На Сожаление Учитесь На своих Ошибках И не Повторяйте Их Вы Не Возражаете Если Я Задам Вам Личный Вопрос Не Возражаю Задавайте Я Вижу Что Вы Сидите На Шкуре Антилопы Как Это Согласуется С Ненасилием Всю Свою Жизнь Я Делал Сигареты Помогая Людям Гробить Их Здоровье А рядом С моей Дверью Власти Устроили Публичную Уборную Гробя Здоровье Мне В этом Мире Насилия Как Можно Избежать Насилия Но Ведь Следует Избегать Любого Насилия Которого Можно Избежать Однако В Индии Любой Святой Человек Сидит На Шкуре Тигра Льва Леопарда Или Антилопы Может быть Потому Что В старые Времена Не Было Пластика А Шкура Была Наилучшим Средством Уберечься От Сырости Ревматизм Не Радость Даже Для Святого Так Возникла Традиция Использовать Для Длительных Медитаций Шкуру Животного Как Кожу Для Барабана В Храме Так И Шкуру Антилопы Для Йога Мы Едва Ли Замечаем Это Но Животных Убивают Я Никогда Не Слышал Чтобы Йог Убивал Тигра Из-за Шкуры Охотники Не Йоги А Йоги Не Охотники Разве Не Следует Отказаться От Сидения На Шкуре В Качестве Не Одобрения Что За Мысль Я Не Одобряю Всю Вселенную Почему Только Шкуру А Что Не Так Со Вселенной Забыть Свою Я Величайшее Бедствие Все Неприятности Происходят От Этого Если Позаботиться О Самом Главном Менее Главное Само Позаботиться О Себе Вы Не Занимаетесь Уборкой В Темной Комнате Сначала Вы Открываете Окно Если Впустить Свет Все Станет Легко Так Что Давайте Подождем С Исправлением Других Пока Не Увидим Себя Такими Какие Мы Есть И Не Справимся Нет Нужды Ходить Кругами Без Конца Задавая Одни Те же Вопросы Найдите Себя И Все Встанет На Своё Место Стремление Вернуться К Источнику Встречается Очень Редко Оно Вообще Естественно Вначале Естественно Движение Наружу В конце Внутрь Но В действительности Они Являются Одним Как Вдох И Выдох Не Являются Ли Точно Так же Одним Тело И То Что Его Населяет События События Во времени И Пространстве Рождение И Смерть Причина И Следствие Можно Считать Одним Но Тело Тело И То Что Обличено В телесную Оболочку Вещи Ни одного Порядка Тело Существует Во времени И Пространстве Недолговечное И Ограниченное А Живущий В нем Пребывает Вне Времени И Пространства Вечной И Всехватывающей Отождествлять Их Грубая Ошибка Причина Весконечного Страдания Вы Можете Считать Тело И Ум Одним Но Тело Ум Не Является Основной Реальностью Кем Бо Он Ни Был Живущий В Теле Контролирует Тело И Следовательно Ответствен За Него Есть Универсальная Сила Которая Наделена Контролем И Ответственно Значит Я могу Делать Что Захочу И Винить Некую Высшую Силу Как Просто Да Очень Просто Осознайте Единую Движущую Силу За Грани Всех Сил И Оставьте Все Ей Если Не Будет Колебаний И Неискренности Это Кратчайший Путь К Реальности Забудьте Желания И Страхи Оставьте Контроль И Откажитесь От Ответственности Это Безумие Да Божественное Безумие Что Плохого В Отказе От Иллюзии Личного Контроля И Личной Ответственности Они Оба Существуют Только В Уме Конечно Если Вы Считаете Что Что То Контролируете Вы Также Должны Считать Себя Ответственным Одно Неотделимо От Другого Как Целое Может Быть Ответственно За Частное Вся Жизнь На Земле Зависит От Солнца Однако Вы Не Можете Обвинять Солнце Во Все Что Происходит Хотя Оно И Является Абсолютной Причиной Всего На Земле Свет Наделяет Цветом Цветы Но Не Контролирует Это И Не Ответствен За Это Напрямую Он Делает Это Возможным Вот И Все Что Мне Во Всем Этом Не Нравится Так Это Прятание За Спину Какой-то Универсальной Силы Вы Не Можете Спорить С Фактами Чьими Фактами Вашими Или Моими Вашими Вы Не Можете Отрицать Мои Факты Потому Что Вы Их Не Знаете Если Бы Вы Их Знали Вы Их Не Отрицали В Этом То И Проблема Вы Принимаете Своё Воображение За Факты А Мои Факты За Воображение Я Это Это Заблуждение Тела Ума Тем Точно Он Он Может быть Реальностью Для Вас Но Для Меня Общество Гораздо Реальнее Бога Поскольку Я Его Создание И Пленник Ваши 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 Ценности Это Мудрость И Сострадание Ценности Общества Это Благоразумный Эгоизм Я Живу В Мире Далёком От Вашего Никто Вас Не Заставляет Жить В Нём Никто Не Заставляет Вас А У Меня Нет Выбора Мой Мир Злой Полный Слёз Тяготы Боли Отговариваться От него Философствованиями Теориями Эволюции Кармы Значит Добавлять Крайние Оскорбления Бог Жестокого Мира Жесток И Сам Вы И Есть Бог Вашего Мира И Вы Глупые И Жестокие Пусть Бог Это Концепция Ваша Собственное Творение Узнайте Кто Вы Как Вы Дошли До Жизни Полной Стремления К Истине Добру И Красоте В Этом Жестоком Мире Как Какой Смысл Вашем Споре О Боге Если Вы Просто Не Знаете Кто Такой Бог И О Чем Вы Говорите Бог Рожденный Страх И Надежды Очерченный Желаниями И Воображением Не Может Быть Силой Которая Есть Умом И Сердцем Вселенной Я Согласен Что Мир В Котором Я Живу И Бог В Которого Верю Созданы Воображением Но Как Они Могут Быть Созданы Желанием Зачем Мне Придумывать Такой Горький Мир И Такого Равнодушного Бога Что Со Мной Не Так Зачем Мне Мучить Себя Так Жестоко Просветленный Человек Приходит Ко Мне И Говорит Это Просто Сон Его Надо Прекратить Но Не Является Ли Он Сам Частью Этого Сна Я Чувствую Себя В Ловушке И Не Вижу Выхода Вы Говорите Что Свободны Свободны От Чего Ради Бога Не Кормите Меня Словами Просветлите Меня Помогите Мне Проснуться Раз Уж Это Вы Смотрите Как Я Мечусь Во Сне Когда Я Говорю Что Свободен Я Просто Констатирую Факт Если Вы Взрослый Вы Свободны От Младенчества Я Свободен От Всех Описаний И От Иждествлений Я Не Являюсь Ничем Из Того Что Вы Можете Видеть Слышать Или О чем Можете Подумать Я Свободен От Того Чтобы Быть Объектом Восприятия Или Концепции Но Ведь У Вас Есть Тело И Вы От Него Зависите Вы Снова Утверждаете Что Ваша Точка Зрения Единственная Я Повторяю Я Не Был Не Являюсь И Не Буду Телом Для Меня Это Факт Я Тоже Находился Под Властью Иллюзии Считая Что Был Рожден Но Мой Гуру Помог Мне Увидеть Что Рождение Смерть Просто Концепции Рождение Это Просто Представление У Меня Есть Тело А Смерть Это Представление Я Потерял Своё Тело Сейчас Когда Я Знаю Что Не Я Я Я Я Телом Может Быть А Может И Не Быть Какая Разница Организм Тела Ума Похож На Комнату Она Есть Но Я Не Обязан Жить В Ней Все Время Но Тело Есть И Вы Заботитесь О Нем О Нем Заботится Сила Сила Которая Его Создала Мы Все Время Переходим С уровня На Уровень Есть Два Уровня Физический Уровень Фактов И Ментальный Уровень Концепций Представлений Я За Пределами Обоих Ни Ваши Факты Ни Идеи Не Принадлежат Мне Я Вижу То Что За Пределами Перебирайтесь Ко Мне И Посмотрите Сами То Что Я Хочу Сказать Очень Просто Пока Я Верю Что Я Есть Тело Я Не Должен Говорить Бог Присмотрит За Моим Телом Он Этого Не Сделает Он Позволит Ему Голодать Заболеть И Умереть Чего Же Ещё Вы Ожидаете От Простого Тела Почему Оно Вас Так Волнует Из-за Того Что Вы Думаете Что Вы Есть Тело Вы Хотите Чтобы Оно Было Вечно Вы Можете Продлить Его Жизнь Нужными Практиками Но Какое Благо Вам Это Принесёт Лучше Жить Долгой И Здоровой Жизнью Это Даёт Шанс Избежать Ошибок Детства И Юности Разочарования Зрелости И Несчастья Слабоумия Старости Конечно Живите Долго Но Вы Не Можете Всем Управлять Вы Можете Выбирать Даты Своего Рождения И Смерти Мы Говорим На Разных Языках Ваш Разговор Воображение Основанное На Предположениях И Допущениях Вы С Убеждением Говорить О Вещах В Которых Не Уверены Поэтому Я Здесь Вы Еще Не Здесь Я Здесь Идите Идите Ко Мне Но Вы Не Идете Вы Хотите Чтобы Я Жил Вашей Жизнью Чувствовал Как Вы Использовал Ваш Язык Я Не Могу И Это Вам Не Поможет Вы Должны Прийти Ко Мне Слова Это Продукт Ума А Ум Лишает Ясности И Искажает Отсюда Такая Абсолютная Необходимость Выйти За Пределы Слов И Прийти Ко Мне Возьмите Меня К Себе Я Делаю Это А Вы Сопротивляетесь Вы Наделяете Реальностью Концепции Хотя Концепции Это Извращение Реальности Отбросьте Все Концепции И Оставайтесь Безмолвным И Внимательным Будьте Искренне Устремленны И С вами Все Будет Хорошо И Это Это Еще Не Все Задавайте Вопросы Наши Эксперты И Постоянные Зрители Стараются Отвечать На Все Комментарии Также Проверьте Не Забыли ли Подписаться И Поставить Колокольчик Чтобы Получать Оповещения О Новых Аудиокнигах И Других Полезных Для Саморазвития Материалах Которые Выходят Каждый День Присоединяйтесь К Дискуссиям Не Забывайте Про Лайки По Возможности Вдохновению Поддерживайте Понравившихся Авторов И Развитие Канала Материально Все Ссылки Как Всегда Будут В Описании И Первом Комментарии Всем Добра Любви И Мудрости А Сейчас Переходите К Просмотру Следующей Части Данного Видео По Ссылкам Ниже Или Выбирайте Среди Тех Которые Увидите Перед Собой На Экране